О любви к Богу С гневом отвращается Бог от жертвы, приносимой с самонадеянностью, с гордым мнением о себе. Хотя бы эта жертва была всесожжением. Гордость приводит нервы в движение, разгорячает кровь, возбуждает мечтательность, оживляет жизнь падения. Смирение успокаивает нервы, укращает движение крови, уничтожает мечтательность, умерщвляет жизнь падения, оживляет жизнь о Христе Иисусе. Послушание пред Господом – паче жертвы благи и покорение – паче тука овня, говорил пророк царю израильскому, дерзнувшему принести Богу неправильную жертву. Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Желая принести Богу жертву любви, не принеси ее своевольно, по влечению необдуманному. Принеси со смирением, в то время и на том месте, когда и где заповедал Господь. Духовное место, на котором одном заповедано приносить духовные жертвы – смирение. Алфавитный потерик из речения преподобного Пимена Великого. Господь отметил верными и точными признаками любящего и нелюбящего. Он сказал, «Аще кто любит мя, слово мое соблюдет. Не любяй мя, словес моих не соблюдает». Евангелие Танна, глава 14, стихи 23-24. «Ты хочешь научиться любви Божией? Удаляйся от всякого дела, слова, помышления, ощущения, воспрещенных Евангелием. Враждою твою ко греху, столь ненавистному для Всесвятого Бога, покажи и докажи любовь твою к Богу. Согрешение, в которое и случится впасть по немощи, врачу немедленным покаянием. Но лучше старайся не допускать к себе и этих согрешений, строгою бдительностью над собою». «Ты хочешь научиться любви Божией? Тщательно изучай в Евангелии заповедания Господа и старайся исполнить их самым делом, старайся обратить евангельские добродетели в навыки, в качество твои. Свойственно любящему с точностью исполнять волю любимого. «Возлюбив заповеди твоя, паче злата и топазия, всего ради ко всем заповедям твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидев, — говорит пророк. А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого, все повеления твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу». 118-й Псалом, стихи 127-й и 128-й. «Такое поведение необходимо для соблюдения верности Богу. Верность — непременное условие любви. Без этого условия любовь расторгается. Постоянным уклонением от зла и исполнением евангельских добродетелей, в чем заключается все евангельское норовоучение, достигаем любви Божией. Этим же самым средством пребываем в любви к Богу. «Аще заповеди моя соблюдете, пребудете в любви моей», — сказал Спаситель. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». Евангелие от Анна, глава 15-й, стих 10-й. Совершенство любви заключается в соединении с Богом. Преуспеяние в любви сопряжено с неизъяснимым духовным утешением, наслаждением и просвещением. Но в начале подвига ученик любви должен выдержать жестокую борьбу с самим собой, с глубоко поврежденным естеством своим. Зло, природнившееся грехопадением естеству, сделалось для Него законом, воюющим и возмущающим против закона Божия, против закона святой любви. Любовь к Богу основывается на любви к ближнему. Когда изгладится в тебе пометозлобе, тогда ты близок к любви. Когда сердце твое осенится святым, благодатным миром ко всему человечеству, тогда ты при самих дверях любви. Но эти двери отверзаются одним только Духом Святым. Любовь к Богу есть дар Божий в человеке, приготовившем себя для принятия этого дара чистотой сердца, ума и тела. По степени приготовления бывает и степень дара, потому что Бог и в милости своей правосуден. Любовь к Богу вполне духовна. Рожденная от Духа – Дух есть. Рожденная от плоти – плоть есть. Евангелие от Анна, глава 3, стих 6. Плотская любовь, как рождаемая плотью и кровью, имеет свойства вещественные, тленные. Она непостоянна, переменчива. Огнь ее вполне в зависимости от вещества. Слыша от Писания, что Бог наш – огонь, Бог наш есть огонь поедающий. Послание к евреям, глава 12, стих 29. Что любовь есть огонь, и ощущая в себе огонь любви естественной, не подумай, чтобы этот огонь был один и тот же. Нет. Эти огни враждебны между собой и погашаются один другим. Лествица. Слово 3 и слово 15. Служим благоугодно Богу с благоговением и страхом, ибо Бог наш – огонь поедая и есть. Послание к евреям, глава 12, стихи 28 и 29. Естественная любовь, любовь падшая, разгорячает кровь человека, приводит в движение его нервы, возбуждает мечтательность. Любовь святая прохлаждает кровь, успокаивает и душу, и тело, влечет внутреннего человека к молитвенному молчанию, погружает его в упоение смирением и сладостью духовную. Многие подвижники, приняв естественную любовь за божественную, разгорячили кровь свою, разгорячили и мечтательность. Состояние разгорячения переходит очень легко в состояние иступления. Находящихся в разгорячении и иступлении многие сочли исполненными благодати и святости, а они – несчастные жертвы самообольщения. Много было таких подвижников в Западной Церкви с того времени, как она впала в папизм, в котором богохульно приписываются человеку божеские свойства и воздается человеку поклонение, подобающее и приличествующее единому Богу. Много эти подвижники написали книг из своего разгоряченного состояния, в котором иступленное самообольщение представлялось им божественную любовью, в котором расстроенное воображение рисовало для них множество видений, льстивших их самолюбию и гордости. Сын Восточной Церкви, уклонись от чтения таких книг, уклонись от последования наставлением самообольщенных. Руководствуясь Евангелием и Святыми Отцами Истинной Церкви, восходи со смирением к духовной высоте любви божественной через посредство делания заповедей христовых. Твердо знай, что любовь к Богу есть высший дар Святого Духа, а человек только может приготовить себя чистотой и смирением к принятию этого великого дара, которым изменяются и ум, и сердце, и тело. Четен труд, бесплоден он и вреден, когда мы ищем преждевременно раскрыть в себе высокие духовные дарования. Их подает милосердный Бог в свое время постоянным, терпеливым, смиренным исполнителем евангельских заповедей. Аминь.